Случайно. Ну что ж, давай. Вообще, с режиссером и с продюсером, давайте тогда уже спросим мнение актеров, как им работалось с вами непосредственно, с режиссером. Юня, вам слово. Мне очень понравилось. Это искренне. Я по образованию кинорежиссера, но большого кино никогда не снимала. И еще в Аптике так получилось, что мои стихи начали набирать популярность в интернете. И я полностью переключилась на поэзию, на блогерство. И кино снималась, может быть, пару раз в эпизодах. И помню, что это очень нервно, всегда ночью и всегда холодно. Поэтому, когда меня Роман позвал, я темным делом спросила, когда это будет ночью, не ночью, что от меня требуется. Оказано, что все очень просто. Я жена просто, приятная Мужиковская. И несколько дней жить в отеле, ходить на съемку и выполнять все, что от тебя требуется. И даже то, что я абсолютно не умею играть. Роман сказала, да, прекрасно. Это лучшее, Юля, что ты только можешь делать. Ничего не играть. Главное быть в правильном творческом самочувствии. Атмосфера была невероятная. Было огромное количество молодых музыкантов, которых я до этого видела только в ТикТоке, в Инстаграме, в Ютубе. Это были мои кумиры. Я к ним подбегала и кричала так. А-а-а! Я люблю ваш трек! И везде были они сплошные звезды. Такое ощущение, что мы приехали куда-то на ИТВ, наверное, да? Они ходили по коридорам. Я тоже чувствовалась такой большой артисткой. И самое главное для меня, что мне не нужно было просто что-то играть. Меня взяли именно как поэта. И заказали мне два произведения. Это... Да, Юля исполняет кадр. Да. Специально описывайте. Да. Было условие единственное, что я не буду их выкладывать никуда, ни в какие социальные сети. А так как я квад-блогер, да? Все, что я пишу, я тут же выкладываю. Я уже жду, когда же я смогу их выложить. Причем задание было очень интересное. Мы договорились, что Роман выберет тех исторических персонажей, те исторические личности, которые ему, кажется, подходят для кино. Для лирического стихотворения. Да, для лирического стихотворения. И он выбрал Ленина и Крупскую. Нет, это я уже... Я несколько, значит, я неделю, наверное, я изучала, я слушала, читала книги, читала статьи и поняла, что Ленина и Крупская. Больше всего меня интересует Арман. Ну, и, конечно, я немножечко изменила и написала стихотворение про Арманд. И Роман сказал, что ему очень нравится, что мы берем... Я послезился. Да, он послезился. Вот он... Глубокое стихотворение, правда? Глубокое. Нет, мне нельзя. Я подписала договор, по которому мы не имеем права ничего читать. До выхода кино. Когда же уже будет кино, мы с этим взорвутся, но по материалам. И я написала еще одну лирику, ну, для того, чтобы у моей героини было... Как сказать? Чтобы у нее... Чтобы ее было еще не жалко. Ну, даже не только на словах. Да, чтобы не только она была такой... социальным персонажем, а еще было что-то душевное. Я написала еще лирику. Такую, какую мне писать бы, наверное, в конце девяностых. Или даже в начале, или в середине. Такую, из девяностых. Может кусочек. Кусочек. Да. Проходжие... Проходжие дышат смогом, И морщатся на бегу. Они без тебя смогут, А я без тебя не смогу. Город проветрит арки, Устроит субботники, И станет таким же ярким, Таким же свободненьким. Всяду писать ночью, Всяду писать про нас, Листы изорвут в клочья Бездатность и диссонанс. Глупо и не смешно же, Что сочинить стропу Ты без меня сможешь, А я без тебя не смогу. Это было немножечко не из 21 века, Потому что там субботники есть. Но я пожелаю справа. Давайте вы сейчас кто-нибудь. А я тоже таким был. А стихотарин целиком, Вы сможете увидеть, Кинорин, И еще следующий. Я не буду его читать. Нет, целиком был постепенным. Это начало стихотарина. Юля, я считаю, Вы в этом убежден, Что вы дающиеся поясы. В этом самом деле не согласны, Глупо и Юля. Ну, в общем, Это и я уже как раз. Но мне очень приятно, Что мои стихи останутся Не только в блогах. Мне известно, Что может завтра Закроют инстаграм, Закроют, Все закроют. А сколько у тебя книжек? Ой, ну, не знаю, Что есть, наверное. Ну, у меня же не только в блогах, Точно, есть и сборник. Точно, я забыла. Ну, видишь. Просто нормально. Да, да. Нормально. Мне что нравится, Мы уже общаемся Со вторым актером, Который принял участие В вашей картине, И они играют, Радсфор Шортинге, А кого вы играете в себе? Или Радсфорта, А кого вы играете в себе? То есть, Вы уже изначально В сценарии видели этих людей, Что они будут Им на себя играть? То есть, вы для них не придумали Какую-то некую роль амплуа? То есть, изначально Вы знали, Что Юля с ним С вашей картиной Нет, ну, у меня есть роль, Нельзя прятать. Да какая? У меня роль пуэтессы, Но это не я, Юля Соломонова, Соломонова, Которая ведет блоги В инстаграме В 2021 году. Это пуэтесса, Которая, может быть, Пишет в стол, И вот она там хочет Свои стихи Показать кому-нибудь Настолько хочет, А возможности нет, Что она приходит На музыкальный конкурс Читать стихи И говорит, А где ваш аккомпанятор? Она говорит, А аккомпанятор не приехал. Ее гонят, выгоняют, Беспи, А она не уходит. И что-то в конце Я не скажу. Не знаю. Ну, то есть, Вы играете на самом деле На самом деле, На самом деле, На самом деле, Вы популярны поэтессы, А здесь тот человек, Который должен пробивать стены, Я играю поэтессу, Как все поэтессы, Я слегка не в себе. У меня такой плащ, Какая-то пульточка, Туфли обязательно в сумке, То есть, Я прихожу и переобуваюсь, Надеваю эти туфли, И мне очень хочется Прочитать свои стихи Тем людям, Которые пришли, Вот они сидят в зал, Потому что для творческого человека Это невероятно важно, Чтобы у тебя был слушатель. И вот она пришла К своему слушателю, И ей говорят, Идите, идите отсюда, У нас тут музыка, Идите, 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 идите. А вот она не уходит, И не уходит. Конечно, это я. Конечно, это я. Попал, наверное, Попал в образ. Отвечая на вопрос, Олега, Что, да, Как ни странно, Понятно, что по-разному Тут дрались Исполнители на роли, И роли под названием И так далее. Но среди присутствующих здесь Юли, Семёна И наполовину присутствующих здесь Тёма, Вот эти роли Представились конкретно под ним. Вот по поэтессу, понятно, Видел Юлию, Потому что, Ну, просто так исторически сложилось, Что я не знаю, Среднём поэтессы, Как вы их находите, Юлию не очень видно. Вот. Я затмила все. Затмила, да. Я тебя. Я тебя оберегаю, Подруги. Ну, слушай, Не надо тоже привлечь Мои киноглоги. Я... Нет, как-то так. Во всяком случае, По мне, Когда в стихах есть юмор, Когда в стихах есть сюжет, И когда есть там хорошие видмы, Вот как-то, Это, знаешь, Это плюс ещё и талант, Что само собой, Разумеется, Да, иначе мы здесь не встретили. А красота моя неземная. Красота ещё неземная. Сколько человек меня освещало. Целая семечная группа Ставила на меня свет. Целых три осветителя. После... А Анфиса, Который 21, Да, И хоть от телефона Мы её освещаем, Она хороша. Потери, Потери у нас Извините ли мне. Да. В общем, И вот, Ну, В общем, А для Юли. Подносите. Ты меня вот сбил. Я вот прям так хороший. Слава, Дёшки, Меня раз и сбил. Хорошо. Давай тогда, Нэкс, опять возвращайся. Потому что лет. Да, Конкретно вот эти, Роли вот этих героев, Под Семёнов был, Такой рэпер, Хит-фопер. Под Юлю, Конкретно, Девушка-поэта. Я знал, Что она будет делать Внутри этой картины, И чем всё это закончилось. А по Тему Мы сразу его позвали Как ветерана такого Оксакала, значит, Сцены И шоу-бизнеса И, соответственно, Втроём С такими же Оксакалами Одной Оксакалкой Если есть такое слово И слово Оксакалка Это футуризм. Хорошо. Вот. Я ответил. Мне уже просто страшно.